Мы хотим узнать, каково быть женщиной в России. На ваш взгляд, трудно ли быть женщиной в нашей стране? На мой взгляд, нет. Я 76 лет прожила, прекрасно, ничего, каких особых трудностей не имела. Нет, я никаких трудностей не чувствую. Женщиной быть в России тяжело. Жить в России трудно. И вы знаете, есть такое выражение, в России надо жить долго. У нас страна трудная для жизни, а женщины у нас, это вообще, это двигатель нашей жизни. Потому что на женщинах, российских, русских, это мученицы. У нас построено все общество. Столько, сколько делает женщина в России, не делает женщина ни в одной другой стране мира. Я в другой стране женщины не была, поэтому мне трудно судить. Не знаю даже, что сказать на этот счет. Ну, наверное, для себя не вижу никаких проблем. Ну, машина, если только на дороге. Я ни с какими. Я считаю, если девушка умная, если она умеет ставить цели их добиваться и себя поставить правильно в обществе, она ни с какими проблемами столкнется. Как вы считаете, женщина может занимать пост президента или министра обороны? Ну, я считаю, это нецелесообразно, полно мужику. Ну, да, безусловно, почему нет? Нет. Я считаю, что нет. Мозги у них немножко, как сказать, меньше по размеру, чем у мужчин. Министра обороны вряд ли, но президент может быть. Я считаю, что может. Почему бы и нет, если женщина достойная? Я считаю, что уже должна в России занимать пост и министра обороны, и президента женщина. Потому что женщина во многих отношениях стратегически иногда превосходит мужчину. Ну, думаю, да, наверное. Смотря какое образование и какой опыт. В России у женщин равные права с мужчинами? Ну, я думаю, более-менее равные. Ну, наверное, по большей части, да. Да, равные. И даже больше, больше работать надо с женщинами. Ущемляют наши права, ущемляют. И как с этим бороться? Особенно в семье. В семье? Да. Даже и на службе. Все равно мужчин двигают, женщин, как правило, на задворках оставляют. Женщины и мужчины действительно не равны во многом. Это разные существа. Но в плане прав, там, голосования, в плане постов на работе, они равны. Харрассмент – это домогательство. Вот я хотел спросить, вы лично сталкивались с домогательствами? Со стороны мужчин, что ли? Да. Нет. Никогда. Да, вот только что парень попросил дать интервью. И моих знакомых не сталкивались, если они не хотели этого. Не провоцировали никаким образом. Я считаю, что когда мужчина проявляет интерес к женщине, женщина, она получает от этого, так сказать, тщеславие свое удовлетворяет, ей приятно, она может сказать да, может сказать нет. К сожалению, сталкивалась. Но, слава богу, все обошлось. А где это происходило? На работе? На улице в основном. Так, прям, категорично не могу сказать, но иногда бывало с мужем. На работе имеется в виду? Да, где-либо. Домогательство? Нет, скорее взаимное. Я знаю, что такое харресмент, но в России это так далеко, это так не близко. Да, я знаю, домогательство. Но у нас такой проблемы не существует в России, потому что, в принципе, у нас катастрофическая ситуация. У нас, наоборот, ужасное происходит. У нас женщины охотятся за мужчинами, потому что мужчин не хватает.